Всем привет! Сегодня я хочу провести батл двух тональных основ бестселлеров от Catrice из линейки HD. Если вы смотрите мои видео, то наверняка знаете, что оригинальная версия Catrice HD Liquid Coverage просто завоевала мое сердце и вошла в фавориты 2019 года. И когда я увидела, что Catrice выпускает еще и светящуюся версию этой тональной основы, меня это очень заинтриговало, потому что обычно как раз-таки светящиеся версии я для себя и выбираю. У меня нормальная кожа, склонная к сухости, и когда я вижу описание, что тональная основа матирующая, стойкая, создает бархатный финиш и так далее, меня это очень отталкивает, потому что мне кажется, что это совершенно не подходит для моего типа кожи. Поэтому словосочетание HD Liquid Radiance для меня это просто как бальзам на душу, потому что это обычно именно то, что я покупаю для себя. Но, как вы, наверное, понимаете, не все так просто. И в этом видео я хочу наглядно продемонстрировать, прям разделив экран на две части, показать вам и нанесение, и стойкость, и особенности этих тональных основ, для какого типа кожи какая из них подходит лучше, что мы можем ожидать от каждой из них, особенно если вы приходили в магазин и вы также смотрите просто на название, ну, может, максимум там посвочите это все на руке, в очередной раз растеряетесь и не будете знать, какую лучше для себя купить. Если с вами складывалась похожая ситуация, то это видео идеально для вас подойдет, потому что под его конец вы точно разберетесь, какая версия подойдет вам лучше, и подойдет ли какая-то из них вообще. В общем-то, я предлагаю не затягивать и переходить к обзору. А начать я хочу с базовых характеристик этих двух тональных основ, для того, чтобы мы понимали, чего нам ожидать на протяжении этого видео от каждого из них. И давайте, наверное, начнем с более нового для меня. Называется это Tone Catrice HD Liquid Radiance Foundation. Здесь указано, что это стойкая формула, также написано, что это разглаживающее свечение и наслаиваемое покрытие. Также, что меня просто поразило, это то, что здесь по объему 28,5 мл. Вот я не понимаю, что это за жлобство на 1,5 мл? Неужели нельзя было налить стандартные 30, как вот здесь вот, и как в 99% всех тональных основ? Вот почему 28,5? Неужели вот лишние 1,5 сюда вот просто никак не влезли? Также обе эти тональные основы сделаны в Италии. У них у обеих 12 месяцев срок годности после начала использования. И обе эти тональные основы я взяла в одинаковом оттенке, который называется 10 Light Beige. И вот это, кстати, основная подстава, с которой я хочу начать этот обзор, потому что я вообще не понимаю, как можно внутри одного бренда, внутри одной линейки, грубо говоря, потому что мне кажется, что вот это сестринские тональные основы, как можно называть оттенки полностью идентично, то есть одинаково, но при этом, чтобы они настолько сильно отличались. Я, конечно, понимаю, что это в основном мой косяк, что я не посмотрела свотчи на эту тональную основу, потому что по факту они даже этого не скрывают, что оттенки называются одинаково, но они абсолютно разные. То есть, как бы, если зайти на официальный сайт Catrice, там вот четко видно, что реально оттенки, ну, совсем разные. Но при этом вот в моем мозгу это не укладывалось. Мне просто настолько понравился оттенок в оригинальной версии, тональной основы, вот этот вот десятый Light Beige, он просто идеально мне подходит по подтону и также по уровню своего оттенка. И поэтому, когда я выбирала вот этот, я даже не задумалась, я сразу взяла тот же оттенок в полной уверенности, что он будет выглядеть так же, ну, или, по крайней мере, ну, очень близко. Но как же я ошибалась? Потому что этот оттенок гораздо более оранжевый, и он прям именно насыщенно оранжевый по сравнению с вот этим. Вот этот, вообще, максимально нейтральный, светлый, очень красивый оттенок. Вот прям потрясающий просто. Теперь давайте пройдемся по классике. Называется эта тональная основа Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Здесь написано, что это стойкость до 24 часов. На предыдущей просто указано, что она стойкая, но в то же время не указано количество часов. Также написано, что это матирующая тональная основа с эффектом второй кожи. И здесь по объему стандартные 30 мл. Если говорить об их отличии по составу и по консистенции, то Catrice, он достаточно жидкий по консистенции, но в то же время Radiance версия, это просто совсем вода-вода, то есть он абсолютно не держится на одном месте. Если Catrice, он начинает стекать при нанесении, ну так, знаете, у вас еще пару секунд есть для того, чтобы его подхватить кистью или спонжем и растушевывать, то Radiance версия, это просто вообще моментально он начинает сливаться с вашего лица. А что касается состава, то основные ингредиенты оригинального Catrice, это вода, силиконы и тальк. Тальк сюда, к сожалению, входит в состав, поэтому если у вас чувствительная кожа, склонная к акне, возможно, это не лучше будет выбор для вас. Если же вы никогда не замечали негативную реакцию на тальк, то можете смело пользоваться. Что же касается варианта Radiance, то он сделал на основе воды с глицерином, из-за этого он такой вот более скользкий, возможно, и гораздо более жидкий. Здесь также есть силикон, но талька здесь в составе нет. Ну а сейчас после такого достаточно долгого вступления, я хочу разделить экран на две части и показать вам нанесение обеих этих тональных основ на лицо. И здесь я могу вам сразу сказать, что версия Radiance по сравнению с оригинальной мне абсолютно не понравилась. Что же касается оригинальной версии, то я, наверное, последний человек на YouTube, который ее попробовал, именно потому, что она заявлена как матирующая и очень стойкая. Обычно для моего типа кожи это абсолютно неподходящий формат, но необъяснимая загадка этих двух тональных основ заключается в том, что оригинальная версия, по моему мнению, подходит под все типы кожи, начиная от нормальной и заканчивая как сухой, так и жирной. Единственное, я бы, наверное, не рекомендовала бы ее для возрастного макияжа, потому что все-таки может быть слишком тяжеловато. Однозначный плюс оригинальной версии заключается в том, что она потрясающе разглаживает текстуру лица. Если у вас есть расширенные поры, какая-то неровная текстура лица, вот максимально, насколько это возможно, она красиво это сгладит, и у вас лицо будет действительно как будто новое. При этом эта тональная основа безумно стойкая, то есть я ее могу нанести с самого утра и до самого вечера проходить, ни разу к ней не притронуться, и при этом она будет выглядеть абсолютно точно так же, как при нанесении. Также в оригинальной версии мне очень нравится степень покрытия. Я бы сказала, что это уже ближе к плотному покрытию, но такое очень хорошее среднее плюс, которое перекроет практически все недостатки на лице. Что касается Catrice HD Liquid Radiance, то эта тональная основа полупрозрачная. Ее начинаешь наносить, абсолютно не видишь никакого покрытия, потом по чуть-чуть действительно наслаивается это покрытие, то есть можно наслоить до максимума такого легкого плюс. Также у этой тональной основы, как мне кажется, слишком светящийся финиш. Из моих уст редко можно услышать словосочетание слишком сияющий, потому что я люблю светящиеся тональные основы, но здесь этого свечения слишком много, реально такое впечатление, что просто уже это либо какой-то нездоровый блеск, либо просто жир какой-то на лице. Но, в общем-то, для меня это перебор. Также, что касается этой тональной основы, мне абсолютно не нравится ее стойкость. Она с меня начинает сползать вот сразу же после нанесения. Поэтому с версией Radiance мне нужно обязательно закреплять макияж пудрой, что для меня опять-таки нетипично, потому что я никогда не закрепляю никакие тональные основы пудрой. Все на мне держится хорошо, но вот это слишком сильно блестит и слишком плохо держится, если ее не закрепить. Также, что мне не нравится в версии Radiance, так это то, что заявлено разглаживающее свечение, но по факту я считаю, что эта тональная основа даже подчеркивает какие-то расширенные поры. К примеру, я считаю, что нос у меня выглядит гораздо более рельефным за счет вот этого отражения света, когда оригинальная версия сглаживает его как фотошоп. Также к версии Radiance у меня огромные претензии к оттенку, потому что он откровенно оранжевый. И даже дело тут не в том, что он не соответствует оригинальной версии, а дело в том, что просто этот оттенок я считаю абсолютно неудачным. Это один из самых светлых оттенков, но при этом, мне кажется, он слишком какой-то рыжий. Единственное, что я хочу добавить в заключение к этому видео, это то, что название и описание оригинальной версии Catrice достаточно обманчиво. Создается впечатление, что этот тон создан исключительно для жирной кожи, где нужно матирование, где нужна экстра стойкость какая-то, но в то же время я отличный пример того, насколько хорошо работает эта тональная основа и на других типах кожи. Если у вас жирная кожа, если у вас комбинированная кожа, нормальная и даже немного склонная к сухости, я бы на вашем месте попробовала именно оригинальную версию. И вообще, этот тон идеально подойдет для тех, кто ищет тональную основу с хорошим покрытием, которое будет перекрывать достаточно много всего на лице, и во вторую очередь разглаживающую. Если у вас неровная текстура лица, расширенные поры, вот эта тональная основа реально может стать вашим лучшим другом. Ну и также меня покоряет ее безупречная стойкость на протяжении дня. И последнее, что я хочу упомянуть, на данный момент у оригинальной версии этой тональной основы гораздо более широкая линейка оттенков. Поэтому, независимо от того, какой у вас тон кожи, вы, скорее всего, сможете подобрать и вариант светлее, и вариант темнее. А что касается вариации Radiance, то меня просто-напросто этот тон не впечатлил. Мне не нравятся оттенки в этой линейке, мне не нравится, что у этого тона настолько полупрозрачное покрытие, мне бы хотелось, чтобы оно было чуточку, возможно, побольше. И также мне не нравится стойкость этого тона и излишне влажный финиш. Даже на моей нормальной коже он держится плохо без закрепления. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на округлую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. Субтитры сделал DimaTorzok